Продолжим грамматический разбор Суры Аль-Фатиха. Мы разбирали аят «Ия к наобуду и я к наста-ин». «Ия» — это дамир нунфасы. Разделенное местомение. «Мобнив аля с сакуни с неизменяемым кончайным сакуном на конце». «Ви махалле на спинном месте» — ввинительного падежа. «Мафулим бихиму каддам» — прямое дополнение, поставленное перед своим амином. «Аль-Кафа» — это харф «хитабин» — харф, обозначающий второе лицо, указывающий на того, к кому обращена данная речь. «Мобнив аля с неизменяемым кончайным с фатха на конце». «Ла махалля лху минал и араби» не имеет места в падеже, как и все харфы не имеют места в падеже. «Наобуду» — это фиал мударан — глагол «настоящий будущего времени». «Марфуан» — поставлен в состояние нрава. «Почему ли таджар рудихим неннасаби валь-джазм» — так как он свободен от амину факторы насба и джазма. «Ва аля муту рафи» — признак состояния нрава этому глаголе «аддамут из-захирту аля ахрихи» — явный аддама на его конце. «Ва аль-фа'ль и юфа'ль» — действующее лицо. «Дамирин мустатин фиги вуджубан» — скрытое в нем в обязательной форме местемения «такдирху нахну», которое выражено местемением «нахну», на что указывает имеющийся в начале харф «нун». Так фа'ль, действующим лицом любого глагола аль-мудары, в начале которого имеется харф «нун», будет скрыто в нем в обязательной форме местемения «нахну». «Ва аль-фи'ль маа фа'ль» — глагол «нахбуду» вместе со своим фа'лем, действующим лицом. Все это «джумлетун фа'льитун» — глагольное предложение. «Истина фиитун» — возобновленное или возобновленное новое предложение. «Ла махалля хаминал-и араби» не имеет места в падеже. «Ва аль-вау» — это харф «атфин» — «союз» — «мабню аль-фатхи» с неизменяемым окончанием с фатха на конце. А что касается предложения «и я к настоину» «фа и арабу ха к и араби сабикатиха тамама» То «и я и араб» — грамматический разбор точно такой же как и у предложения «нахбуду» «и я к нахбуду» без какой-либо разницы. «Ва аль-фарку л-вахиду» — единственная разница между ними «уа ана джумлата настоин маа туфутан аля джумлата нахбуду» Это то, что предложение «настаин» соединено прострессом союзового с предложением нахбуду. «фа ла махалля л-хаминал-и араби ка сабикатиха», и поэтому оно так же как и предшествующее ему предложение не имеет места в падеже. Дальше. «Ихдена с сурата аль-мустаким» — «Веди нас прямым путем» «Ихдета фиалу амрин» — «Ирадабих дуаа хуна» — это форма глагола приказа, повеления, который в данном случае использован в значении мольбы или просьбы, так как это обращение рыбок к своему Господу. «Мабню аля хадзфи харфи л-иллати» — «с неизменяемым кончанием» — с удаленной слабой буквой на конце. «Ваху л-ява» — «удаленная слабая буква» — здесь это буква «я». «Валь ка сраду кабляха далилун алейха» — «касра», которая осталась на конце после удаления, указывает на то, что удаленная слабая буква здесь это буква «я». «Уфаилу га и уфаил» — действующее лицо это «домирун мустотирун фиехи въюджуба», скрытое в нем в обязательном порядке местомение «такдиру га анта», которое выражено местомением «анта». Так как это у нас «сойот л-муфардель мудзаккарь л-мухаттуб» — форма единственного числа мужского рода второго лица, на что указывает наличие «т» в начале, «вместе с отсутствием местомения алифа, вауа, я или нуна» на конце. «Валь фиалу маа фаали» — глагол «ихди» — «вместе со своим фаалем жмлетун фиалитун» — глагольное предложение. «Истина фиатун» — возобновленное новое предложение. «Ла махалля ла хаминал ираби» не имеет места в падеже. Дальше «на». «На» — это у нас «домир муттаслин» — слитное местомение. «Ма бниу аля сукуни» — с неизменяемым окончанием сукуном на конце. «Ви махалле нас бин на месте падежа нас бин винительного падежа». «Мафуулим бихи ауалю лил фиалю» — первое прямое дополнение глагола «ихди». «Ассирата» — это у нас «мафуулим бихи санин» — второе прямое дополнение глагола «ихди». «Кансубан бил фиалю» — поставлено этим глаголом состояние нас бин винительный падеж. «Ву аля муттасли» — признак падежа нас в этом имени. «Аль фатхата з-захирта аля ахли» — явная фатха на его конце. «Кадъ yet'а аддал фиалю хадалемафууулаин бинавси» — кама фи хадихил айти в айти ва хадайнахун нъджден. Иногда бывает так, что глагол «хадала», от которого образован глагол «ихди», бывает переходом к двум прямым дополнениям «напрямую», т.е. бидууна харфи «жари» без предлога «родительный падежа» — ал-лам или ау. А иногда он бывает переходом ко второму дополнению по стесному предлогу родителю падежа харфа лам или харфа ила. Например, яхди лиллятихия аквам. Здесь харф лам, а первый мафул бихи это удален. То есть яхди нааса, например, лиллятихия аквам. Пример для ила это уиннак литахди или суратан мустаким, где первый мафул также скрыт, удален. Почему лиллятихия альмабия? Потому что он и так понимается, известен. Дальше, альмустакимия это наатан ассираты, наат, сифа, определение слова ассират. У наатал мансуби, мансубан митлух. Описание, определение поставлено в состоянии насб имени, так же как и оно будет в состоянии насб в винительном падеже. У аламу-танасбий признак падежа насб в этом имени. Аль-фатха таз-захирату аля ахрих явная фатха на его конце. Аллаху аалум. Аллаху аалам. Ой, а арома помощи, правящина клики figure numero особенького не sądı и оружия. Продолжение следует...